Здравствуйте, друзья! Данное видео для очень занятых, кто поздно приходит с работы и хочет буквально через 5 минут покушать очень вкусное и полезное блюдо, а не какой-нибудь вредный фастфуд из магазина. Друзья, это вот у меня вариант с индейкой. У меня было два больших куска по 2,5 килограмма. Я порезала на стеке, смазала соусом. На противень, на дно я положила 2 головки лука, порезанные крупными кольцами, и также шампиньоны полкилограмма. И получилось очень много сока, противень глубокий, пропекается очень хорошо, мясо невероятно сочное получается. Часть можно кушать сразу, все остальное я замораживаю. Следующий рецепт – это мясной рулет говядином, часть брюшином. Перед тем, как завернуть вот этот большой кусок мяса, напоминающий тесто для рулета, я его смазала внутри специями, смесью специй, и потом закрутила в рулетик. Для того, чтобы он держал форму, лучше всего использовать зубочистки. И, конечно же, потом мясо нужно хорошенько обернуть пекарской бумагой, несколько слоев, так, чтобы получился такой бумажный рукав, и мясо выпекалось в собственном соку. На дно я всегда выкладываю крупно порезанный лук и также овощи для дополнительного сока. Выпекаю я приблизительно 2 часа, потом оставляю рулет остывать в духовке где-то 20 минут. Это время рассчитано на объем мяса 2,5-3 килограмма. Соответственно, если у вас меньше, то готовиться будет все быстрее. Следующий рецепт – две большие курочки, запеченные в духовке. Каждая из них у меня приблизительно по 1,5 килограмма. На дно я выкладываю крупно порезанные овощи случком, обмазываю курочки соусом. Как правило, я использую томатную пасту, она дает вкусную такую кислинку. Обрабатываю я также внутри курицы, чтобы она хорошенечко пропиталась специями. И очень важно все хорошенько закутать в бумагу для выпекания. Я использую несколько листов сверху для того, чтобы получился такой бумажный конверт. И курицы выпекаются очень хорошо, получаются невероятно сочными и нежными. Занимает это приблизительно 2 часа, плюс 20 минут я оставляю в встывающей духовке. Посмотрите, какой получился результат. Несмотря на то, что это только видео, побежали слюнки. Такое получается нежное, сочное мясо. Их можно также порционировать и замораживать. Куриные грудки я готовлю по такому же принципу, как и предыдущий рецепт. Получаются они невероятно нежными и сочными. Пропекаются они быстрее. Приблизительно 1 час, плюс 20 минут в встывающей духовке. Я использую их в основном для различных салатов вместо колбасы. А также для бутербродов в качестве нарезки. Посмотрите, какие получились кусочки в собственном соку. Следующий рецепт это ножки индейки. У меня 4 больших кусочка. Поделюсь с вами секретом, как можно удалить кожу с ножек индейки. Необходимо обмотать ее бумагой и потом уже тянуть, снимать. Тогда кожа не будет скользить и у вас получится очень быстро с этим справиться. Запекаю я его также аналогично. Можно предварительно еще начинить дольками чеснока. Тогда мясо будет особенно ароматным и вкусным. Обязательно очень хорошо закутать бумагой нужно для того, чтобы мясо готовилось в собственном соку. Получается оно невероятно сочное, нежное. Несмотря на то, что при других вариантах приготовления ножек индейки, они, как правило, не очень такие мягкие, получается жестковатыми. А вот данный рецепт просто великолепно подходит. Конечно же, сразу хочется съесть побольше. Но на следующий день я, как правило, нарезаю данное мясо тоненькими кусочками. Когда оно остынет, получается великолепная нарезка на праздничный стол. Либо просто для бутербродов можно использовать. Для разнообразия. Невероятно вкусное мясо, нежное. У меня получилось две большие тарелки нарезки. Все мясо я порционирую и замораживаю. Разморозка занимает буквально парочку минут. И у вас вкуснейший мясной бутерброд готов. И еще один вариант. Это кролик, ножки, передняя часть. Они более жирненькие, такие сочные по сравнению с задней частью. Я их также смазываю соусом. И запекаю в бумажном рукаве. Как и по предыдущей рецептам. И для разнообразия я считаю, очень хороший вариант. Получается также очень сочное, нежное мясо. И вообще данный способ, он идеально подходит для любого вида мяса. Особенно если другим способом не приготовить его таким сочным и нежным. Все, конечно, можно порционировать и заморозить. Очень удобно потом размораживать. И уже получать быстрый обед, либо ужин. И вот еще один вариант нарезки. Я также порционирую. Кому интересно, как можно быстро вакуумировать, используя даже обычные пакеты, либо вообще не используя вакууматор, можете посмотреть мои видео. Ссылочки я размещу под данным роликом. Ну, а на этом, друзья, у меня все. Делитесь впечатлениями. И до новых встреч!